Девчонки, если вы любите сыр, особенно сыр расплавленный, я предлагаю вам сегодня вместе со мной приготовить эти чудесные котлетки. В них очень много сыра, и сыр расплавился, тянется, очень вкусно и готовится очень быстро, особенно из того, что у вас есть в холодильнике. Поэтому я предлагаю вам сегодня приготовить такие котлеточки, а я вам сейчас покажу, какие они в середине. Вот, смотрите, посмотрите на эту красоту, вы видите, сыр тянется, хотя котлетка, уже видите, я в руках ее держу, она уже не настолько горячая, а сыр все равно в ней тянется. Представьте, если она будет действительно горячая, какая-то будет вкуснятина, какая-то будет красота. Ой, прямо слюнки текут. Девочки, давайте начинать готовить. Всем привет! Вы снова в гостях у Танюшки. Сегодня у нас обалденный перекус между просмотров сериалов. Начинаем готовить. Итак, друзья, значит, в одном из своих выпусков я показывала, что я купила упаковку таких сырных котлеток, и сегодня я себе на ужин захотела приготовить такие же. Но потом подумала, почему котлетка должна быть только сырная, если можно добавить еще то, что есть у вас в холодильнике. В моем холодильнике сегодня были сосиски, вот такая вот мундерочка отварная, и я решила это добавить в свои котлетки. Итак, значит, какие ингредиенты мне понадобятся? Одна картошечка мундерочка, твердый сыр, 150 грамм. Можно взять одного вида, если у вас есть два, можно взять два. В моем случае это будет еще и пармезан. Сосисочки тоже 150 грамм. Можно взять соус тартар. Если у вас нету, можно обойтись сметанкой вам понадобится. Четыре, две ложки сметаны, четыре ложки муки и одно яйцо. Это все нам надо для того, чтобы получился у нас фарш. Итак, приступим. Берем тарелочку, берем терочку, натираем твердый сыр на мелкую терку. Вот такой меленький он получается, как вермишелька, как паутиночка. Мы натерли уже сыр. И, как я вам говорила, у меня есть еще один сыр. Я его... у меня пармезан натерт, я его просто высыпаю сюда. Если нету, ничего страшного, можно один. Вот так пармезан мы добавили и немножко вот так смешаем. Мы все равно будем потом перемешивать, но это так чисто символически. Немножко смешали. Так, все. Далее мы разбиваем сюда яйцо. Яйцо. Солим. Можно добавить, если хотите, черный молотый перец. Если не хотите, можно не добавлять. Вот так добавляем перчик. И я, друзья, сюда добавляю итальянские травы. Еще раз повторяю, кто не любит, можно не добавлять. Вот так, буквально чуть-чуть там, чайную ложечку, не больше. Так, теперь мы это пока отставим. Вот, натираем на крупную терочку. Вот так. Картошечку мы натерли. Вот так отправляем картошечку. Картошечку мы высыпали. Теперь берем наш соус или сметану, как я уже сказала, и отправляем сюда две ложки. Вот так. Одна ложка. И можно добавить еще одну ложку. Вот так это перемешиваем. Вот это мы перемешали. Пусть пока постоит. Займемся сосисками. Сосиску мы должны нарезать. Как вам удобно нарезаем. Главное, меленько, чтобы было. А так, как вам удобно, так нарезайте. Итак, друзья, одну сосисочку мы уже измельчили. Отправляем ее вот так вот сюда, в нашу тарелку. Вот. И занимаемся второй сосисочкой точно так же. Берем сосиску. И, как я уже говорила, как вам удобно. Нарезаем. Главное, меленько, чтобы было. Вот так. И все. И начинаем нарезать. Так, все. Вторую сосисочку мы тоже нарезали. Отправляем ее тоже в тарелку. Вот так. И на какое-то время отставляем на минутку. Там отставляем в стороночку. Вот так. И этим временем берем три тарелочки нам надо. Одна из них вот так у нас с сухариками. Вторую мы насыпаем муку. Вот так. Вот одна ложечка. Вторая. Третья. Четвертая. Четыре ложечки возьмем. Так. И третья нам нужна тарелочка, в которую мы разбиваем яйцо. Вот так. Теперь вилочкой мы яйцо размешиваем. Слегонца его подсолим сильно. Не переворщите нам. Не надо сильно. Все. Сейчас мы его так. Взбивать ничего не надо. Просто надо перемешать. Вот такие три тарелочки мы подготовили. Муку мы не солим. Сковородку на плиту. Наливаем масло подсолнечное. Сковорода нагреваются. Мы этим временем занимаемся вот этой нашей красивой тарелочкой. Все мы будем делать теперь руками. Вот так. И теперь вот это все мы вот так перемешиваем. Всю массу. Хорошо. Надо перемешать. Так. Перемешали. И теперь берем вот эту муку, которую мы отсыпали. И вот так вот одну ложечку отправляем сюда. И еще одну ложечку отправляем сюда. Вот так. Эта мука остается. Она нам еще нужна будет. Вот так. Две ложи. Просто у меня не полная была. Вот. Все. А это остается. Все. Теперь хорошо. Теперь вот это все соединяем и начинаем заниматься котлетулями. Шарик. Примяли. Вот такие. Кругленькие. Вот так и в муку. Вот. И следующую делаем. Так. Придавили ладошкой. И в муку. Вот так. Продолжаем со всем нашим фаршем. Формируем такие кругленькие котлетки. Нет. Если хотите, можете, конечно, делать обычные, не кругленькие. Но мне так больше нравится. Все-таки же не обычная котлетка. Почему ее не сделать кругленькую? Так. И опять. Вот так. Вот так. Подровняли со всех стороночек. Так. Теперь что мы делаем? Наши котлеточки нам надо теперь обмакнуть в яйце. Мы берем лишнюю муку. Стряхиваем. Она нам не нужна. Вот так. Опускаем сюда в яйцо. Теперь перед тем, как положить на сковородочку, нам надо обмакнуть в сухарики. Вот так. Вот так. И теперь на сковородочку. И так мы поступаем со всеми нашими котлетками. В муку. Лишнюю мы струсили. Она нам не нужна. Вот так. И теперь яйцо. И еще одну делаем сразу. Муку. Струсили. Так. И теперь эту мы вот так вот обваляли. И в сухарики. Так. А эту на ее место. Вот так сюда. Теперь другую муку струсили. Вот так. Все заготовочки. Вот так. Обмакиваем. И на сковородочку. Вот так. Вот так обваливаем. И на сковородочку. Вот так. И еще у нас есть одна. Вот так. Сухарики. И на сковородочку. Вот так, друзья. Пусть жарятся. Вот так. Сейчас мы их все переворачиваем. Вот так. Помогаем. Вот так. И эту. Красивенькие такие. Вот так. Опа. На салфеточку выкладываем наши котлеточки. Вот так. Так. Так как котлетки мы готовили уже с готовой сосиски, с готовой картошки и сыра. Не переживайте, что они у вас будут сырые. Все, следующую партию будем делать. Вот так. Продолжаем. Так. Вот так. Котлеточки. Такие. В муку. Следующую. Тоже ложим в муку. Сейчас мы их все сюда. Струсили. То, что нам мешает. И в яйцо. Итак, следующее. Струсили. Отсюда мы забираем. И в сухарики. А это яйцо. Вот так. В сухарики. И на сковородку. Эту тоже в сухарики. И на сковородку. Вот так. И вот так. Вот и все, друзья. Вот такие котлетки у нас получились. Нежные. И тех, кто любит, чтобы в середине был тянучий сыр. Очень вкусная закуска. Поэтому пробуйте. Вам обязательно понравится. А с вами была Танюшка. Подписывайтесь на мой канал. Хорошего всем настроения. Пока-пока.